Груз доверия, 400 тысяч подписей. Это лишь первая часть, которую привезли в штаб кандидата Владимира Путина. Подписи лишними не будут. Штаб сформирует из них электронную базу сторонников Путина. Продолжение следует. Как бы в стране все тихо, спокойно. Сильный президент, действительно. Надо дать ему шанс, пока он в силе, в здоровье, пускай делает. Пока не появится достойный преемник. И на вокзалах за кандидата Путина, и в ГУМе за него. Люди разных возрастов и социального положения. Даже конкурент на предыдущих выборах Сергей Миронов сегодня решил поддержать Путина. Владимир Путин вернул нашей стране должное уважение на международной арене. Более того, мы видим, что все больше и больше стран, это, кстати, очень хорошо проявляется на любых предназначных заседаниях Генеральной Ассамблеи, ориентируется на нас. Потому что Владимир Путин первый политик мирового уровня в новейшей истории, который придерживается во внешней политике нравственных принципов. В гонке за Кремль сейчас 17 участников. Потери же на дистанции возможны. Лишь двоим. Владимиру Жириновскому и Павлу Грудинину. Подписи собирать не надо. Они идут от парламентских партий. 30 человек самостоятельно от партии заявились вначале, а потом не провели организационные свои собрания. На сегодняшний день их количество достаточно понятное. И мы надеемся, что все они придут с подписными листами. Это официальный шаблон подписного листа. Такие у кандидатов на должность в президенты Российской Федерации на вес золота, потому что ЦИК их в дальнейшем будет проверять скрупулезно. Уже на эту работу утверждены 40 графологов. Они будут изучать. Одной ли рукой заполнен каждый столбец и каждая строчка. Потому что по опыту прошлых компаний были прецеденты, когда для массовости подписные листы заполняли на так называемом тарабарском языке. Здесь просто писали какие-то непонятные закорючки и выдавали их за неразборчивый почерк. Нужное число подписей собрал и Борис Титов. Но в его штабе решили подстраховаться. В Нижнем Новгороде все выходные работали про запас. Считаю, что партия Роста – это новое направление, новый бизнес-план развития России. Титов – это единственный кандидат, который поддерживает предпринимательство. Он предприниматель, значит человек дело. У самого же председателя партии Роста пока уверенно растет борода. Тоже на всякий случай. Я человек немного суеверный, поэтому, вы знаете, как хоккеисты до конца, до своей победы в хоккейном чемпионате не бреются, я тоже решил, что лучше не бриться, чтобы не сглазить. Григорий Явлинский тоже подписями себя обеспечил и во все агитирует. Его россиянин – мультяшный герой. Молодец, Михеич. Давно пора худеть. Да какой лишний вес? Есть хочется. Прям живот сводит. Борщ не могу доварить. Газ в баллоне закончился. 35% домохозяйств в России не имеют гажа, когда страна полмира снабжает гажем, а здесь гажа нет. Потому что для того, чтобы провести трубу 100 метров, это стоит больше, чем дом, в который ты протягиваешь эту трубу. Встречался Григорий Явлинский с представителями народа, московскими депутатами. Сегодня так всех уговорили и убедили, что как бы с барского плеча добрый какой-то начальник дает немножко денег, чтобы там на территории что-то там сделали. И все должны быть ему благодарны и говорить ему большое спасибо, что у нас теперь в подъезде сидит лифтерша, вахтерша. Вот какая сегодня выстроена система. Система постоянно, чтобы люди кланялись и благодарили. Но эта система совершенно абсурдная. А вот Владимир Жириновский сразу пошел в народ без посредников. Сначала, правда, распугал продавцов на рынке, куда отправился тестировать товарные траты. Все, разбежали. Забирай все. Все бесплатно. Подходите. А где прячься? Вон прячется там. Чудак, поднимись там. Кто там? Где? Вот я когда говорил о выполнении моей президентской кампании, мне говорят, да не будут слушаться вас. Разбегаются сразу. По всей стране все жулики разбегутся. Политик успел уже побывать даже в собачьем приюте. Владимир Жириновский родился в год собаки и надеется на покровительство звезд. Иди, Маркус. Маркус. Вот ешь, ешь. Дядя добрый. Коммунисты верны традициям. Собирают слушателей в залах, провели пресс-конференции в Москве и Санкт-Петербурге. Геннадий Зюганов всегда рядом, как руководитель штаба. Отвечать им приходится и на неудобные вопросы. Откуда у кандидата столько денег? И речь уже не о счетах в Астрийском банке. Всплыла информация о 37 миллионах рублей. Их якобы Павел Грудинин получил в подарок от своего же предприятия. Столько же его сына. Я вас абсолютно точно заверяю, что все деньги, которые мной получены за 6 лет и вообще за все, проверены со всех уплаченной налоги. Я не бедный человек. Ну, кстати, я могу вам сказать, что моя годовая заработная плата – это трехмесячная зарплата некоторых журналистов, которым я недавно здоровался. Не страшно быть, ну, скажем, получать достойную зарплату. Страшно, когда кругом у тебя бедные. Вы это понимаете? И поэтому у нас в совхозе бедных нет. И моя заработная плата и мои доходы никак не раздражают моих подчиненных. В Центральной избирательной комиссии говорят, не деньги сейчас нужно считать, а подписи. Центральная избирательная комиссия опубликовала те документы, которые Павел Николаевич Грудинин самостоятельно сдал в Центральной избирательной комиссии. И потом принес дополнительные уведомления о том, что у него есть еще зарубежные счета, открытые в зарубежных банках. В своих информационных материалах Центральная избирательная комиссия разместила только то, что дал Павел Николаевич Грудинин. Комментарии, которые прозвучали в СМИ, мы не комментируем. Кто как умножал и кто как делил – это не является нашей компетенцией. Мы не проверяем арифметические возможности журналистов. Словом, политическая борьба обостряется. В штабе Путина сбор подписей закончат сегодня и уже на следующей неделе понесут их в ЦИК. Кандидат поставил перед нами задачу, чтобы все было корректно, законно. К делу подошли как настоящие перфекционисты. Любая помарка, будь то лишняя запятая и лист волонтеры отправляют в утиль. Пока отобрали 142 тысячи идеальных подписей. Впереди еще много работы. Всего проверить надо больше миллиона автографов. Каждый – знак доверия президенту. Маргарита Грылова, Игорь Докрилев и Виктор Данилов. Программа «Вместе». Официальная агитация начнется в середине февраля. Поэтому главные рекорды предвыборной кампании, конечно же, нас ждут еще впереди. Будем следить очень внимательно. Здравствуйте. В прямом эфире итоговая программа «Вместе». С вами Екатерина Абрамова. За Владимира Путина сегодня свои голоса готовы отдать более 73% опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения. Бизнесмен Павел Грудинин и главный либерал-демократ России Владимир Жириновский делят вторую строчку. У них на этот раз абсолютно одинаковый результат. Обоих поддерживает 6 с небольшим процентов опрошенных. Если сравнивать с прошлой неделей, то лидер ЛДПР набрал очки, а представитель коммунистов, наоборот, позиции свои сдал. По-прежнему следом за ними идут телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский и Борис Титов от партии «Роста». И по-прежнему их рейтинг сравним разве что со статистической погрешностью этого социологического исследования. В ЦИОМ обещает хорошую явку на выборах 18 марта. 70% – такова доля опрошенных, которые точно пойдут голосовать. Президентская кампания всегда вызывает повышенный интерес россиян. Самая низкая явка, напомню, была в 2004 году – 64%. А самой высокой – на первых выборах в истории современной России в 1991 году. Тогда было почти 77%. В тот год, когда Советскому Союзу оставалось жить совсем мало, победил Борис Ельцин. Бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС, сдавший партбилет, беспартийный, но при поддержке демократической России. Это был тот период, когда коммунизм перестал быть религией для России в целом, но не для отдельно взятых людей. Субтитры создавал DimaTorzok